Добрый день! Снова я с вами из садового центра Красная Нива. И вот мне мой оператор Владимир подсказал, что есть очень интересные вопросы, на которые я знаю прекрасные ответы. Это по поводу строительства и обустройства теплиц для тропических растений. Вообще надо сказать, что я так понимаю, что наша аудитория все-таки это в основном любители не уличных растений, а комнатных. Потому что вот сейчас лето, но нам что-то по уличным растениям никто никаких вопросов особо-то и не задает. Ни по содержанию, ни почему. А вот что касается комнатных растений, конечно же для любителей растений наличие теплицы рядом с домом это совершенно переход на новый уровень выращивания растений. Потому что как бы вы ни старались и какую подсветку не делали в доме, ясное дело, что таких успехов как в теплице вы никогда не достигнете. Ну давайте начнем вообще с того, что немало важно то, где находится эта теплица. В каком регионе вообще страны мира находится теплица. Потому что, казалось бы, ну под стеклом и под стеклом. Подумаешь, неважно в Московской области или где-то. Вот на самом деле это неправильно. Вот начнем с того, что если мы делаем теплицу, допустим, где-то в южных районах нашей страны или вообще где-то в южных районах, то понятно, что солнечное излучение все равно там будет лучше и растения будут расти лучше. Поэтому это тоже надо все время иметь в виду. Конечно, мы с вами можем сделать определенную температуру, поддерживать. Мы можем поддерживать искусственное освещение. Но растения будут расти по-разному. Вот это тоже надо четко себе представлять. Вот я неделю была в Крыму и ездила по Крыму и думаю, боже мой, если бы наши теплицы находились вот именно там. Вы представляете, все было бы совершенно по-другому. Но, увы и ах, мы с вами под Москвой, вернее, мы под Москвой, а вы в разных местах. Поэтому от этого тоже будет очень сильно зависеть, как будут чувствовать себя растения. Ну, давай, Володь, показывай, как устроены наши теплицы. У нас как раз теплицы оставляют желать лучшего их конструкции, потому что это старые советские теплицы, которые были рассчитаны на овощные культуры. Ну, это вот такие вот домики. Видите, высота примерно там 5 с чем-то метров у нас, по-моему, 5,20 или 5,40 по самой высокой точке. Это домик, соответственно, с такой крышей, потому что будет падать снег и нужно, чтобы снег таял и хорошо скатывался с крыши. Мы не можем делать крышу плоскую, иначе продавится. Вот, соответственно, ширина у нас 6,40. Это такая оптимальная ширина, но понятно совершенно, что если вы будете делать у себя дома, то размеры будут, конечно, меняться, потому что все будет зависеть от той площади теплицы, которую вы надумаете строить, ну, или есть возможности построить. Вот, просто вот рассказываю. Вот у нас это так, значит, 5,40 высота, 6,40 ширина, ну, и дальше вот эти вот домики идут подряд один за другим. Кроме того, что крыша достаточно крутая, то есть снег вообще должен с нее сваливаться, еще обязательно нужно делать так изнутри, чтобы он подтаивал, потому что если всю зиму он не будет таять, то даже наш пластик, который достаточно толстый, у нас там пластик на крыше, по-моему, десятка лежит, да, вот, то наш пластик тоже снег может продавить, потому что снежная масса, она очень тяжелая, и, соответственно, будет давить на крышу. Ну, из чего делать теплицу? Конечно, это ваш выбор. Сейчас существуют прекрасные теплицы, которые делаются из стеклопакетов. Это самый дорогой вариант. Ну, и он же, наверное, самый хороший, еще в каком плане? Ее будет очень просто отапливать, потому что чем дешевле материал, стекло ли это, пластик, то, соответственно, между листами и стекла, и пластика образуются какие-то щели, несмотря на то, что там специальные ленты, пластик скреплен и так далее. Но вот в каждой даже дырочке, где просверлится шурупом, вот там все равно воздух начинает выходить наружу. А когда у нас с вами стеклопакет, тут уже все, абсолютно теплопотерь никаких не существует. Ну, понятно, что это дорого. Но надо сказать, что из поликарбоната тоже очень хорошие теплицы. Крыша может быть любой формы, но нельзя, чтобы она была плоская, и на нее вот так падал снег. Она может быть округлая, очень много сейчас округлых таких теплиц делается. Поэтому тут надо как раз вот этот фактор иметь в виду. Но это для тех районов, где падает снег. Где снег не падает, вы можете сказать, там не нужна теплица. Нет, есть ряд растений, которым нужна определенная влажность. Есть где-то, допустим, снега не бывает, но при этом температура все равно опускается там до плюс 10 градусов. И тропические растения, растения будут. Поэтому нам с вами важно все-таки, чтобы было закрытое помещение. Потому что мы выращиваем тропические и субтропические растения, которым, в общем-то, холодная зима не нужна. Ну, это вот, наверное, по поводу конструкции, из чего должна быть сделана теплица. Раньше теплицы делали из стекла. Понятно, не из стеклопакеты, а просто листы стекла. И, соответственно, вот изначально наша теплица овощная, она вот таким образом и была устроена. Но там есть очень много своих недостатков, потому что на крыше существовало, стекло же надо куда-то положить, существовала такая шпросина из шпросов сетка, и туда вставлялось стекло на замазке. Ну, как раньше делали окна. Естественно, что замазка портилась, стекла вылетали. Ну, в общем, и теплопотери были огромные. Вот почему мы, собственно говоря, перешли на пластик. Так что, теоретически, можно сделать из чего угодно. Но наша с вами задача, первое, чтобы туда поступал дневной свет, это раз, хороший. И второе, чтобы было как можно меньше теплопотерь. Потому что, допустим, в нашей средней полосе России или где-нибудь в Сибири топить 9 месяцев в году теплицу, а приходится именно 9 месяцев топить, это, конечно, в общем, достаточно накладно. Так, теперь вот о чем. Как должна быть сориентирована теплица по сторонам света. Здесь теплица предназначалась для выращивания овощей. И она совершенно правильно ориентирована. Вот у нас с вами, вот сейчас мы стоим практически день. И у нас так, она ориентирована, в общем, с севера на юг. Ну, чуть-чуть как бы с юга-востока на северо-запад. Ну, практически с севера на юг. Потому что для овощей нужно максимально, чтобы был свет, чтобы было солнце. Вот она так и сориентирована. Если же мы с вами делаем теплицу для тропических растений, то тут нужно совершенно по-другому, как бы, позиционировать теплицу. Почему? Потому что летом, когда у нас с вами все-таки лето бывает, и в Подмосковье тоже, а уже я не говорю, там есть она у вас расположена на юге, то вот чем меньше будет попадать южного солнца, тем лучше. Так что, вот, например, теплица, которую я построила около своего дома, тогда еще это просто было, ну, отчасти по наитию, а отчасти, понимаете, мы же еще с вами смотрим, где у нас есть место. Если, допустим, у вас есть дом, и раньше не предполагалось теплицы, то получается, что мы делаем там, ну, с удобной по каким-то параметрам стороны. Так вот, у меня теплица, она расположена на севере от дома. То есть тень в течение дня от дома практически накрывает теплицу. Таким образом, вот это солнце, которое у нас с восточной стороны, утреннее, раннее, и с запада, когда обходит дом солнца, западное солнце, оно не такое жгучее, как южное. Поблетенку все равно приходится делать, но во всяком случае, вот в течение дня, там есть естественная тень, что растение, конечно, очень спасает от выгорания. Вот, поэтому, если есть возможность от дома сделать теплицу на северной стороне, вот это самый лучший вариант. Вот, ну, вот, что касается расположения теплицы, понятно, да? Что касается материалов, из которых можно сделать теплицу, тоже понятно. Теперь давайте о чем поговорим? Ну, как она вообще сделана изнутри, да? Заходим вовнутрь и смотрим. Значит, хочу сразу вам сказать, что за один сюжет рассказать о том, как обустроить теплицу, в общем-то, достаточно сложно. Поэтому давайте разделим мой рассказ, ну, наверное, володь, части на три, да? Первое, значит, это конструкции, дальше свет, естественно, искусственный, ну, и дальше, наверное, отопление и вода. Вот так. Ну, вот мы с вами вошли в теплицу, мы поговорили о том, из чего можно сделать теплицу. Самый, конечно, дешевый вариант, это, понятно, что теплица из поликарбоната. Значит, вы делаете некую конструкцию, на которую потом можно прилепить вот эти листы поликарбоната. Ну, наверное, для того, чтобы теплица не ходила ходуном у вас, все-таки лучше сделать фундамент. Фундамент должен быть обычный, ленточный. Вот ты можешь показать, здесь, конечно, у нас общий большой фундамент, но если, допустим, это теплица, которая маленькая около дома, вот фундамент ленточный, залитый, скажем, бетоном внизу, там, ну, я не знаю, на какое расстояние, как обычно делают, под Москвой, наверное, сантиметров 80 больше не надо, на юге и того меньше. Вот, и дальше можно сделать такую стенку из кирпича, чуть-чуть приподнять. Значит, нам с вами при обустройстве теплицы важно, чтобы свет был А сверху, конечно, с боков тоже, но снизу самого можно для того, чтобы она была устойчивее, можно вот эту кирпичную стенку, здесь-то мы стоим внутри теплицы, ее выложить, конечно, повыше. На метр спокойно можете выкладывать, это никак не скажется на освещение в теплице. Поэтому, если у вас метр будет закрыть каким-то другим материалом, там, шлакоблоками какими-нибудь, пеноблоками или кирпичом, это будет только хорошо, и теплица будет устойчива. Дальше делается каркас теплицы, ну, как правило, он металлический, но, в принципе, можно сделать и деревянный, это уже как кому удобно. Вот, и, соответственно, дальше каркас крыши. После этого все это облицовывается, на шурупы прикрепляются листы поликарбоната. Чем меньше у вас будет стыков, тем будет меньше теплопотерь. Это совершенно понятно, да? Вот. Поэтому, ну, у нас-то уже, к сожалению, здесь задан был соответственный каркас под стекло. Поэтому, вот, если мы сейчас посмотрим на крышу, Володь, вот, покажи крышу. У нас здесь много достаточно соединений, и покажи, как соединяются листы поликарбоната. Вот, видите, специально существует такая лента, в которую вставляется с одной стороны и с другой. Но лист поликарбоната вообще выпускается с завода 12 метров при ширине 2,10. Поэтому можно как раз теплицу сделать по размерам вот под этот лист. Допустим, длиной 6 метров или до 12, в общем. Тогда у вас стыков будет, вообще их не будет. И только надо будет проложить какие-то шпросы, на которые этот лист ляжет. Потому что, если вы ничего под него не подложите, 12 метров понятно, что он прогнется под первым же снегопадом. Вот это надо иметь в виду, даже под дождем. Так что вот так устроена вот эта крыша. Если же вы делаете из стеклопакетов, то те люди, которые занимаются стеклопакетами, они уже сами конструкцию эту вам предлагают. И как там будет укреплена крыша, тоже сделают. Значит, это что касается стен и, соответственно, крыши. Итак, у нас крыша прозрачная, стенки прозрачные, но достаточно высокий фундамент, или вот там внизу эта стенка уже не фундамент. Вот что должно стоять над землей. Теперь дальше. Значит, теплицу можно сделать прямо на земле. Потому что мы можем часть растений, если мы хотим сделать такой зимний сад, или вообще вы там и какие-то собираете крупные растения, их можно прямо посадить в землю. Это тоже будет очень хорошо. Но, как правило, земля, которая у нас с вами в саду находится, она достаточно тяжелая. Либо взять эту землю, разбавить, добавить туда песок, может быть, опилки, черный торф, рыжий торф, все что угодно, чтобы она все-таки была порыхлее. Потому что наши с вами тропические растения, они любят землю порыхлее. Вот в тропических лесах, там она бедная питательными веществами, но очень много падает всяких листьев, всяких растительных остатков, поэтому она чрезвычайно рыхлая. Вот то же самое мы делаем и здесь. Или же мы можем сделать, допустим, какой-то пол. Ну, тогда надо делать, соответственно, как это делается обычно. Выгребается там какой-то определенный слой земли, дальше засыпается песок, делается стяжка, и уже на нее кладется, допустим, плитка, что тоже будет очень красиво. Дальше вы можете поставить стеллажи или просто растения в горшках. Ну, а если эта теплица еще будет нести какую-то функцию зимнего сада, тогда вообще можно сделать какую-то красоту, чтобы там поставить какой-нибудь столик, не знаю, мебель какую-то, чтобы можно было посидеть там когда-то и полюбоваться своими растениями. Теперь можно сделать комплекс, это как бы смешанный пол. Можно оставлять, как мы делаем на улице, да? Часть у нас, скажем, участка вымощена, а часть участка оставлена в виде просто поверхности земли, в которую можно что-то посадить. То же самое можно сделать и, соответственно, в вашем зимнем саду. Володь, переверни камеру и покажи, вот как у нас там, например, сделано. Вот. Здесь у нас дорожка, по которой можно ходить. Также можно сделать и в вашей маленькой тепличке. Вот буквально, вот смотрите, вот до этого заборчика, до калитки, вот такая небольшая теплица, то же самое можно сделать вот так, чтобы можно было и ходить, и, соответственно, растения росли просто в грунте. Можно сделать так. Если теплица будет чуть побольше, можно даже сделать разные какие-то зоны. Если вы любите растения разные, вот у меня дома, например, в теплице, у меня теплица длиной 12 метров, да, 4 этих самых, 12 метров длиной. Вот у нас вот этот пролет каждый, он по 3 метра. Вот у меня 12 метров длиной, 6,40 шириной, и там чего только нет. И есть участки вот такие с сухими растениями, и фикусы растут. Ну, как-нибудь мы съездим, и там, наверное, снимем, и тогда уже покажем. Вот. Поэтому, да. И еще, конечно, если вы любитель растений, коллекционер растений, тогда обязательно нужно оставить место, чтобы поставить где-то стеллажи. Потому что вы понимаете, что не каждое растение можно поставить в грунт, и какие-то маленькие горшки. Тоже это будет некрасиво. Поэтому если мы собираем коллекцию, то еще должны быть какие-то столы, стеллажи и так далее. Это я к чему говорю, мы об этом еще будем дальше говорить. Это я говорю про конструкцию. каким должен быть пол. Поэтому, может быть, большая часть это должен быть жесткий какой-то пол, ну, а уже как вы его сделаете, это ваша фантазия. Плитку можно положить, вот здесь плитка лежит, просто на земле, без всякой стяжки. Вот она. Выгребли такую канавку, засыпали песком, и плитку положили. И дальше она вот достаточно плотно туда уходит, вот она не шатается, ничего лежит себе, и прекрасно уже туда ее затянуло в землю. А вот здесь у нас, например, вот здесь, вот здесь плитка лежит на стяжке, на бетонной. Ну, собственно, разницы большой нету. Поэтому, а, ну вот у нас еще есть вот такой чудесный пол. Давай покажем его. Значит, дело все в том, что у меня есть знакомый, который занимается камнерезкой. И вот эти вот мраморные отходы, это он нам просто подарил, потому что для него мусор, надо было вывезти, мы забрали все, за что ему большое спасибо. И тоже на бетонную стяжку вот положили, вот тоже как вариант пола. Кстати, у меня в теплице именно вот такой пол. Вот. Это тоже как-то красиво, живописно. Ну, в общем, тут уже все зависит от вашей фантазии. Но я просто к тому говорю, что если что-то вы хотите посадить высоко, то соответственно, ой, большое, то оставлять просто можно куски грунта, тем более, что потом на эти растения вы можете прицепить орхидеи и какие-то папоротники. В общем, тут уже дальше, это уже рассказ дальше. Вот. Итак, конструктивно мы с вами поговорили о том, что должен быть фундамент, каркас. Естественно, все должно быть как можно больше прозрачного. Имейте в виду, что стекло больше пропускает света чем пластик. Поэтому, если нужно выращивать огурцы и помидоры, то, конечно, лучше даже, наверное, делать стеклянную теплицу, потому что там урожай будет выше. Но сейчас вряд ли кто-то будет заморачиваться, поэтому все-таки делают поликарбонат. Вот. Ну вот, вот что касается конструкции. Дальше. Расположение должно быть, конечно, конечно, у вас есть уже какое-то подготовленное место для этого, но если это будет целый день, особенно летом, в тени, то растениям будет только легче, и вам будет легче бороться с летним солнцем. Потому что, вот покажи, какая у нас притянка. Вот она у нас двойная здесь лежит, где-то даже тройная. И даже... Один человек оставил комментарий, что вам надо менять камеру, у вас все зеленое. Так вот почему зеленое? А, вот у нас почему зеленое, да. Вот зеленое у нас потому, что мы покупаем вот эту притянку. Потом мы будем отдельно говорить о притянках. Вот. Ну просто сейчас вам показать, что вот летом приходится делать вот такую притянку. Это строительная сетка. Ничего там мы лучше и дешевле не придумали. Но даже самый темный ее вариант приходится там в два-три слоя ее укладывать, потому что вот в этом году у нас солнце очень ярко, и все горит. Вот. Так что лучше, если летом ваша теплица будет в тени. А зимой, в общем-то, все равно, в какую сторону она расположена, потому что солнце низко, и, в общем, тень особо отбрасывать дом ваш не будет. Вот. Ну, наверное, конструктивно вот это все, да? А, нет, нет, не все, не все, вру. Значит, конструктивно еще важна очень одна вещь. Обязательно должно быть хорошее проветривание. И это проветривание мы закладываем на стадии строительства. Вот у нас здесь фрамуги. То есть вот этот вот верхний, я как бы ряд, раньше это было стекол, а теперь это отдельно отрезанные куски поликарбоната, вот у нас вот так открываются. У нас автоматическое открывание, на кнопку нажимаем, электропривод открывает, поднимает вот эти фрамуги. Вот. Ну, можно вручную их поднимать, это уже как кому понадобится. Значит, вот верхний, и для теплицы еще хорошо было бы парочку боковых каких-то открываний. Вот у меня, например, дома выход в теплицу из дома, но при этом у меня есть одна дверь на улицу, и вот так вот по диагонали теплицы вторая дверь на улицу. Когда особенно жарко, вот этих двух фрамуг, которые наверху, не хватает, тогда и открываете обе двери, и тоже начинается вот это продувание, потому что иначе очень жарко. Вот это тоже надо обязательно иметь в виду. И если у вас не будет, допустим, уличной двери, или будет одна уличная дверь, еще неплохо где-то сбоку сделать какое-то окошко в раме, чтобы его можно было открывать. Но верхний обязательно должен быть обдув, потому что вы знаете, что горячий воздух поднимается, наверх уходит. Вот это движение вертикальное, оно важно. Ну вот теперь, наверное, конструктивно все. Мы будем еще обо всем говорить несколько раз, когда буду рассказывать про отопление, про свет, но вот это важно. Понимаете? Итак, свет хороший, неяркое солнце, проветривание, да, и, соответственно, прозрачность, чтобы было светло. Все, на этом я этот сюжет заканчиваю, дальше буду рассказывать дальше. Всего хорошего, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok, субтитры создавал DimaTorzok,